Мы в аэропорту Пулково, город Санкт-Петербург, не знаю, сможете ли вы догадаться, кого мы сейчас встретим. Вот так выглядят долбоебые пидарасы, примерно. И вот, прямо с самолета, Адам прибыл в зал. Что же? Лезь обратно. Лезь обратно. Лезь обратно. Да, температура 40 сказывается на себе вчерашняя, на себе. Я тебе что, я после генетика, вот уже 4-й, там, месяц она лежит, эта банка. Я к ней не притронулся до сих пор, она сгниет. Там же упал в аварию на мотоцикле. Асфальт стерся об тебя. Хорошо купил, через 5 дней воду надеть не смог. Нога слитая была, а потом, блядь, отозрал 18 килограмм за несколько дней. Можно себе представить, минус 5. Ты такой в тулупчике такой, в тайге там, блядь, на работу едешь, человек 30, блядь, в купальниках с такими сиськами, черными, в гриме, на вот таких каблуках, по земле через дорогу. Привет, друзья. Ну что ж, мы в аэропорту Пулково, город Санкт-Петербург. И не знаю, сможете ли вы догадаться, кого мы сейчас встретим. Но если есть идеи, нажми на паузу или пиши в комментариях, за кем же мы сейчас приедем. И буквально через пару секунд, на самом деле, уже проверим, насколько ты догадливый. Тут сейчас происходит, как обычно у нас трэш, потому что место встречи в Пулково организовано, ну, кем-то с отсутствием мозга. Поэтому тут лютейшая жесть обычно происходит. И то, что людей очень мало летает, ну, в целом, гораздо меньше, чем раньше. И то, при всем при этом, тут полный бардак. И вот сами организовывают люди. Ну, и, конечно, для такого большого города здесь очень все плохо сделано и подготовлено. Гость приехал наш с юга. Подсказка такая. Гость с юга. Очень сильный спортсмен, который готовится у нас на весенний сезон. Но больше вам ничего не скажу, потому что сейчас вы сами увидите, кто приехал в гости. Ну, кстати, к вопросу, ребят, да, я говорил, что люди некоторые паркуются через жопу. Вот, смотрите, у нас стоит Мерседесик такой. Вот Мерседесик, еще пара тачек. Вот так выглядят долбоебые пидорасы, примерно. Им проехать вперед, встать по-нормальному невозможно. Вот надо именно, чтобы была пробка, чтобы всем было плохо, а им удобно. Так жить нельзя. Встать по-нормальному невозможно. В Москве есть метро. Всегда в Маке сейчас поеду. А, ты уже успел поесть? Да, я Маккомбо взял. Сейчас пойдем качаться? Как скажешь. Ну, как у тебя силы? Сейчас вот прям вот сразу. А? Ну, пока доберемся, пока там присядем, пока потрущим. Поехали. Друзья мои, и вот, прямо с самолета отдам прибыл зал. У нас есть три дня, три тяжелых тренировки. Перед нами стоит цель забрать на Сибири бабки, которые будут там. Поэтому мы к этому готовимся. И сегодня тренировка спины. Мы выпили секретный порошок. Я выпил. Ну да ладно. Но, чтобы все безопасно, потому что там моя порция. Ну, кто следит за Инстаграмом, вы видели. Да, я так было, дело тут сильно приболел. Поэтому я либо не буду тренироваться вообще сегодня, либо какие-то минимальные-минимальные будут у меня сегодня веса. Тренировка посвящена полуспине Адаму. И мы идем первым делом на пулейер. Короче, все внимание высловно сегодня на меня. У Адама очень хорошее нижнее крепление. У него очень хорошее спина спорта в структуре. Поэтому у нас нету... Стало. Не было так. Вот. И у нас задачи теперь... Нет задачи вытащить, как у многих. Да, задача вытащить спину снизу. У нас задача наращивание общей мышечной массы. И даже большей частью накидать вверх. Поэтому я сменил именно узкую рукоятку на широкую. Поэтому мы берем не... То, что часто я использую сам до канатной рукояти. Это мало, тут легкий. И задача. Мы работаем вот с этих вот рукояток, вот с такого положения. Такое место положения силы, да? Стоим, кратко акцентированное. Хорошую. Отлично. Болган. Болган движения на выдохе. И не выходи вперед. Не выходи. Не выходи. Не выходи. Ну, чтобы вы понимали, мы пока разминаемся. Мы как разминаемся, которым спину в нагрузке. И именно это изолированное движение. Кстати, возможно, практически единственное на планете земля изолированное упражнение на широчайшие мышцы спины. Потому что работает один сустав, четко изолированный широчайший. Больше ничего не включается. Проработаем мы сегодня все зоны полностью. Начнем с... Понятно? Нагоняем кровь. Дальше. Ширину спины. Тем самым мы ее дополнительно утомим в самом начале. И это позволит нам использовать в тяжелых базовых движениях, тянущих уже менее большие веса. Да, это очень логично. Не начинать тренировку спины, например, с тяги штанги в наклоне. Вы свежий. У вас дофига сил. Вы можете большую штангу поднять. Но получаем дополнительную нагрузку на позвоночник. А если мы изначально утомим широчайшие движениями, где спина разгружена, то сможем с той же интенсивностью работать, но с меньшим весом. В тягах штанги в наклоне, в тягах гантели, если вам это тяжело выполняется движение. Тяганенько займите чуть-чуть. Средняя погода. Во! Отсюда мы далеко уходить не будем, потому что следом у нас будет 3 подхода подтягиваний. Ждите выпуска с пятницы. Это будет отдельная тренировка с акцентом на руки, на пик бицепса. Надо держать его и пониже подтягивать. Чуть-чуть пониже. Колени подтяни, подтяни, подтяни. Вот. Танцент, подтянет обновляясь ровно. Я не стараюсь иметь сейчас. Мы что-то разминались. Мы что-то разминались. Мы что-то разминались. Я беру вот так. Разминай wielки вот так. Линия этой широчайшей, смотри, вот она идет, да, и вот у тебя тут чуть-чуть сюда будет. Мало того, когда, абсолютно верно, Адам говорит, слишком широкий хват, он еще чем, так скажем, почему берутся широко очень сильно, как бы изоляция спинные. Нормально, идем? Да. Хорошо. Попробуем. Хорошо. Хорошо. Что там написано? Хорошо. Все. Забирай. Давай давай давай. Все? Забираем. Да, это еще узкий хват, чем я думал. Да? Чуть уже. За счет того, что вы чуть хуже даже взялись, амплитуда движения увеличивается. Ведь у нас очень широкий хват, он сокращает амплитуду движения. И получается, как бы, вроде бы да, более акцентированная нагрузка на латеральные. Но при этом из-за короткой амплитуды проработка меньше. Если взяться очень узко, много съедает рука. А как раз таки около, не такое усредненное положение позволяет нам и спиной работать более активно. И при этом после максимального амплитуда движения, и тем самым порабатывать спину лучше и глубже. Плечи параллельные, все отлично. Давай, еще четыре. Еще один. Рыбком. Рыбком. Шторм. Весь обратный. Весь обратный. Весь обратный. Рыбком. 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 Раз. Вот. Два. Подвесь. Динамик. Не отдыхай, не вдыхай. Двали. Еще раз сразу. Развиваю. 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 Нормально. Хорошо. На один единиц. Движение почти, мы параллельно полу, чуть-чуть разгибаемся, поджимаем от себя. Она пошла вдоль тебя. С стартовой, да. Сейчас просто посмотри. Встаешь практически по бедрам. Стопа у тебя, прям подни. Это поможет тебе уроновать. Еще глубже. Пока ты не привлаживаешь, лишь легкая. Пока мы попробуем. Далее. С другой стороны можно развернуться. В другой стороны. Глубже. Параллельно в полу. Еще параллельнее. И еще полшага вперед. Вот. Вот. Локт на меня. Парал уже возьмем. Теперь еще. Внутри. Можно так сделать. Сидим. Сидим. Внутри. Внутри. Сидим. Вот. Еще, еще, еще. Разогни колени немножко. Разогни колени. Прими. Вот. Вот. Молодец. Ничего не мешает. Вот хорошо. Шесть. Четыре. Два. Сейчас прорабатываем мы непосредственно центр спины. Ромбовидные. Понятное дело, конечно, работают широчайшие. Поэтому мы, как я говорил с самого начала, пошли от ширины к центру назад с движением тяговым в наклоне. И, естественно, если бы мы делали движение первым, вес был бы раза в полтора больше рабочий. Мы понимаем, что нагрузка на поясницу была бы гораздо выше, и подконтрольно делать было бы сложнее. Поэтому мы не то, что предварительно утомили широчайшие, но именно работая сначала в подтягиваниях и в движении пулловер с верхнего блока, выполнили работу, подустали, и можем теперь делать движение с более подконтрольным весом. Следующие два движения будут чередоваться. У нас следующие будет опять тяга верхняя, рычажная, из момента пикового напряжения. И финальным упражнением будет у нас тяга к животу на блоке. Уже много повторки. Да, температура 40 сказывается на себе вчерашняя. На себе. Вчерашняя температура сказывается на мне, ребята. Это пипец. Кстати, что, уже через 11 дней турнир уже в Польше. На самом деле, есть определенные у меня переживания по форме из вот этого непредвиденной болезни. Ну, думаю, что мы вывезем и справимся с этим. Я оценку на заднюю, где вытащили. Я не хочу ухо объема. Форма? Да. Объем нормальный. Достаточно. Чтобы на ногах начать объемы делать, надо еще вверх поднять. Если повезет, то спина уже растет. Я вижу, она растет. Это просто неэтично будет говорить, но известный, хороший, западный бренд. У меня его протеин есть. Я с Русланом контракт подписал. Я отвечаю, что я после генетика, вот уже 4-5 месяцев она лежит, эта банка. Я к ней не притронулся до сих пор. Она сгниет. Отдай кому-нибудь выбор. Надо было подарить на это обвинование. Вот, и все. Давай, сделаем. Реально, блядь, после генетика она не лезет. Ну, генетик тоже выборочный, да? Ванила, шоколад я уж прям. Вот карамельный мне не зашел. Я пацанам отдал, у него разорвали, блядь. Слушай, карамельный дуб. У него ложка едят. Это, ну, такое вкусное. На карамельный дубный любитель. Причем, по нему либо пища, или как фисташка. Я фисташку обожаю. У некоторых, типа, фисташка, типа, не нравится. Я не пробовал, но шоколад и ваниль прям. Я 6 коктейлей в день сейчас делал. 6 коктейлей в день. Посмотрел видео Катлера, понял, что я не доедаю, короче. Ха-ха-ха. Во, вообще, огонь. Кайф. Кайф. А, 4 еще. А, а, а. А, а. А, а. Огонь. Вообще, все, чуть подкоп. Лес меньше поставил. Держи максимально глубоко. Лес, последняя встреча получше становится? Ты больше. Прям нормально больше. Ты больше или жестче? Вот, визуально. Именно. Жесткий. Хлесткий. Жестче, да. То есть, знаешь, это оно... То есть, да, не сухость в плане, да, какой-то сечки. А именно вот наполненность такая, оно крепким таким выглядит. Буквально же, друзья, вы, может, не знаете, там же упал в аварию на мотоцикле. Наверное, мы в этот ролик вставим, вы увидите. Это я не знаю, из чего сделан этот человек. Как он остался просто с парой синяков. Но он оказался крепче, чем сталь. Потому что транспорт поврежден гораздо сильнее. А там асфальт больше стерся. Асфальт стерся об тебя. Асфальт больше стерся об тебя. И паредр их треснул, да, еще? Отлично. Одно из моих любимых упражнений, прям, помнение, за число движения. Раз. Каждой рукой 10 раз. Можешь. Знаешь, что сложно. Пикара залило чувство. Мне уже текутся. Залито. Не, я тоже, я тоже в самолетах утекаю. Ну, в обычном, в обычном режиме. А когда я обычно, видишь, лечу на соревнованиях, когда уже, ну, на сливе начинается, я вообще не отекаю. У меня кроссовки, кревочки гонят. Да, кроссовки аж болтаются, когда уже с соревнованием летишь. Гонят. Сейчас, конечно, я вот, блин. Да, я и раз за день до подготовки. Кроссовки купил, через 3 дня уже надеть не смог. Да? Да. Нога слитая была, узенькая, да? А потом, блин, отожрал 18 кг за несколько дней. Ну да, отек. Ну да. Другая, но по тряпочкам. На следующие два подхода сменим на тряпочках. Полегче будет. Супер. Каждой рукой еще 5. Раз. Раз. Два. Два. Три. Тяну, тяну. Три. Руки вот они, они помогают. Четыре. Четыре. По одному. Огонь. Короче, он сказал, сказал Адам, что лямки у меня кожаные говно. Ну, я ему нашел видавшие виды. Да. Тоненькие. Плюс 10 хват. Сейчас сразу, да, пойдет? Давай. На самом деле, я не знал, какие это лямки, что у них удобно, неудобно. Я почему-то подумал, что наоборот, кожаные будут хорошо держать. Мои лямки спиздили. Но у меня были супер толстые, гасповские, им было лет 8. Они какие-то были бессмертные из такого вот толщины каната, но их больше нет. Виды видавшие, да? Ну, я заказал себе 2 пары лямок, на самом деле, кожаные, и еще одни тканевые, там вообще копеечные за 200 рублей. Они еще просто не пришли. На самом деле, я же последние года 3 старался без лямок работать. Думал, у меня от этого предплечья вырастут, чтобы баланс был с бицепсами. По итогу ни хера не выросло в предплечьях. Просто было тяжело, ломота, и я решил, да пошло оно нахер. Лучше будет спина большая, чем вот эта вот с лямками, без лямок, типа, как мужик. Поэтому лучше буду с лямками и эффективно, полноценно тонироваться. Не постоянно их одеваю, но опять вернулся, в общем, к использованию лямок. Долгое время не использовал и понял, что, по сути, наверное, зря. Задача, если накачать мышцы, ту же самую спину, еще что-то, то смысл ограничивать себя в нагрузке не имеет большого. И сразу, друзья мои, кто с юга, ждите нас в Ростове. Семинар 11 сентября вместе с нашими партнерами в сетью магазинов «Спарта». Друзья мои, приходите обязательно. Я думаю, что еще и удастся нам провести тренировку открытую с кем-то из партнеров. Но подробности уже будут в Инстаграме. Поэтому, опять же, ссылочки в описании. Не подпишитесь, не узнаете. Что такое? Не раскрыться. Смотри, я хочу делать так же у животу. Попробуем, конечно, для того, чтобы у тебя в ней была более широкая, так скажем, гамма ощущений, мы ее как раз выполним больше в классическом стиле исполнения. И то, что мы уже утомились, так хорошо утомились, мне кажется, позволит нам работать динамической поясницей, это включить сильнее в работу, еще там плитуды широчайшие. Мы будем не просто зафиксированно работать, да? Мы здесь будем уходить, уводя, растягивая. Это могут многие вспомнить, конечно, у Арнольда. Ну там понятно, Арнольд еще вот так вот делал, это нам уже не нужно. Скуклиться спина. Да, выпрямляем. Но вот движение, именно растяжение широчайших мы даем и... То есть в верхней точке мы растягиваем вперед наверх плечи, а в задней точке мы их опускаем, вдавливаем вниз и сжимаем максимально сильно. То есть мы только за счет именно анатомического движения плечевой кости, которая вот сюда крепится широчайшая, мы создаем максимальное растяжение, амплитуду, и это вовлекает максимальное количество мышечных волокон. Друзья мои, вот такая вот рукояточка, она шире, чем D-рукоять. Я объясню, почему мы будем ее использовать. Вот это будет для Адама узкая тяга к животу. Я вам объясню, почему узкая. Вот сейчас посмотрите, он пока отдыхает, посмотрите. Это практически 120 кг веса, он здоровенный. Конечно, ему просто не прижать к себе локти с D-рукоятью, да, а прижатые локти позволят сильнее включить работу мышц спины. И поэтому для такого, для любого спортсмена близких габаритов, вот эта узкая рукоятка. И это нормальная и хорошо, естественная возможность, но такую использовать. Мы сейчас просто поменяем, Адам сделает, и он скажет, правильно ли я сделал выбор в пользу этой рукоятки по ощущениям. Внизу близь, чуть меньше. Вот. И тут приподними к нему. Стянись, не торопись. Вперед, еще чуть-чуть вперед. Вот тут прямее. Вот. И подними. Вот. И на выдох нежу. Нет, да? Сейчас расслабься. Мы без меня. Расставим. Даже знаешь как? Представьте это движение, как ты выставляешь. Мы же не горпимся. Вот и, хоп, выставил. И приподнял. Во, бля. Сними сбоку, пока она выглядит. Вот она. Сейчас посмотрите, ребята. Во. Вот. И в нижнюю точку сзади локти еще поднимаются. Сейчас идеально поставил плечи внизу. У меня внутренняя часть взорвется сейчас как-то. Там было сбоку заранее. А потом глянешь в кадре. Вот такая штука. Ах. 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 Вот эта зона вот сюда. Вот так. Прям вот попал туда. Вот с узкой рукояткой Адам бы не сделал. Но... Но, ребята, если вы весите килограмм, там, ну, грубо говоря, в описании 80, вы поуже, поменьше, то ваш выбор правильный будет вот D-рукоять. Потому что с этой рукояткой у вас нагрузка совершенно будет иначе идти. Она для вас будет для других целей использоваться. К примеру, с ней будет круто вам делать широкую тягу сверху обратным хватом. Параллельным. Очень. Прям хорошо зайдет. Мы ему в пятницу руки просто разорвем. Я вам говорю там вот. Даже сделаем... Если я не забуду. Если что, Леха виноват, если я забуду. Короче, надо будет взять метр. Ну, мягкий. И мы померяем до и в конце тренировки, насколько пампом надует руку. Пойду я твоего коктейля долбану. Конечно, нужно было пить его в начале, но там вот столько всего полезного много. С кому интересно, что вообще принес в стакане? Это то, что я готовлю себе. Я просто из нескольких баночек пересыпаю все в одну... Ну, в одну баночку из нескольких. Там. Беталанин, цитрулин, аргинин, порция рейджа, креатин и элькарнитин. На самом деле, у меня есть такая идея сделать огромный пакет с комплексом, который я для себя смешиваю. Он будет стоить, правда, дофига. Наверное, будет стоить примерно 4 тысячи 20 порций, может чуть больше. Но, по сути, не нужно будет покупать больше отдельно ничего. Смешивать ничего не нужно будет. Готовая пара черпаков, готовый супер-мега притренд. Не знаю, найдет ли он аудиторию, потому что, ну, все-таки ценник за одну банку высокий. Но, с другой стороны, во-первых, не нужно будет хранить дома кучу баночек, как это делаю я, чтобы подготовить свою смесь. Это удобно, вот. Поэтому, если идея нравится с таким продуктом, то напишите в комментариях, типа, плюсик за мега притренд. По крайней мере, какую-нибудь там ограниченную версию чисто для сайта, для вас, для своих, еще и с максимальной выгодой за счет того, что все будет в одной упаковке идти. Мы рассмотрим и сделаем только лично для вас. Тогда пишите сразу еще и вкус. Супер притренд, плюсую, и вкус, какой хотели бы видеть. Название к нему. Название и название, да. Да, и название. Велев подсказывает. Да, и название. Что ты там там набешал? Я только что ребятам рассказывал, что я там набешал. Все. Я же тебе говорил, что ты там набешал, все. Ты уже рассказал все? Да. Все, что ты со мной сделал. 10-15. 10-15. 10-15. Шир убьет. Отлично. Бокая. Я понял, почему. Я сильно дотягивал, у меня внутрь переходила нагрузка. Надо чуть-чуть больше вот сюда вот вместил, включил, пошел, правильно? И доживай, в конце, потом бокциями. Во все спине. Шир убьет. Ура. Ура. Я уже домой хочу. Аня, чуть ем. У меня по пропорции 30 и бицепс примерно одинаково. А 30 должен быть больше. В полтора раза. У меня анатомически он такой, но все равно. Вот на прикинье 30. Кого? Сюда можно много нападать, сюда попадать можно. Я хочу, чтобы ты меня орут. Я запомню сразу. Мне главное один раз прокачай, и я поработаю. Не, мы с руками тут в пятницу прям лютую устроим. Просто мне нужна новая кровь в тренировке. Потому что мои мышечные движения, как говорится, мышечная группа, она поработана. Я не сам сюда не вижу все стороны. Те зоны, которые должны быть. Правило номер один, точно мне нужно отдыхать уже по ходу. Попадаем? Попадаем. Вот так. Попадаем. Вот так. И все. Вот. А генизу умный. Пытается легче сделать. Провали чуги. Ага, провалиться на рывок хоть. Ага! Ага! eating ара 10 Я медленно, я стараюсь технику не ломнуть Сейчас все большую, чуть быстрее будешь потерять Под завершением мы будем добивать все дело пуловерами Но уже с канатной рукоятью в очень глубокую амплитуду В чем заключается? Вы видели, вначале мы работали до бедер А сейчас канат нам позволит уходить руками за тазовые кости Вот таким вот образом Делать что-либо больно, ужасно Вчера еще не восстановился Но сейчас еще 37,5 температура Вчера было 42, прям было плохо Мышцы болят ужасно Вылетаю в Польшу я Сегодня сколько день недели? Среда, через неделю А, сегодня тоже? Все, ровно через неделю, через 7 дней вылет А через, получается, 10 дней Выход на сцену Ну, посмотрим, что выйдет после всего вот этого состояния Но, в любом случае, впереди еще А, море турниров Б, есть огромная задача, важная Это выступление романов и луинов, профессионалов В принципе, наверное, это одна из основных причин, почему я сезон-то и готовлюсь И почему мы летим в Польшу Это про турнир, который проходит 29-го числа августа месяца Вот Блядь бьет Давай Разбросил, теперь делай сразу 6-10, поехали Я, короче, по второму кругу спутел Знаешь, я вот плотеть начинаю с 7 дней Не когда мне тяжело Когда мне очень больно Я могу грудь качать 200 и не потеть Начинаю делать бицепсы, жжать так, что у меня стояло Вот сейчас, вот, видишь, мне полило Это не тяжело, это боль Я там пять раз делаю, не а то, что мне тяжело А то, что боль такая, что я уже не могу, я не могу ее терпеть Она как будто взорвется сейчас Нормально Посмотри Чуть меньше разливайся Допадай сильнее Ага Вверх Го Натягивай углу, ты прям для бега Го Го Допоздание гуляй сегодня Не Завтра в 11.30 минут Тренироваться Ну, такое, чтобы отдохнуть смог По-своему Ехать туда Ты загораешь? А? Ты загораешь? Нет А почему такой цвет? Я темненький Блин, охеренно все Я не загораю Времени нет загорать Блять, я в солярии как бы меланотан хера Слушай, если не меланотан в колоть, знаешь, что будет? Вот такой цвет Два укола меланотана, я буду черный Если меланотан в колоть, то с этими часами я с этой цепочкой наружу Еще кем кладеть, можно что-нибудь читать, не знаю? Я на солнце, чтобы ты понимал, я был за лето ни разу Я не загорал ни разу в принципе Времени нет на это Вот Я потом записал солнце Я, да Я его на Сибири отношел Знаешь, такой лес головы, она такая блестящая, красивая в далеке Я говорю, блин, а это мой Руслан? Да Ну вот, поэтому, к сожалению, не было возможности Подхожу, а Руслан там вокруг себя Там толпу бикини собрал Что-то из команды там что-то рассказывали Уже, уже сейчас готовим этот Сибирян Следующий У меня такое ощущение, что Дэн просыпается с утра И вот весь день у него к этому Сибирян Бля, ну очень Я не ожидал В Космоярске, да? Не, я понимал, что это будет, как бы, да Ну, как бы Они превзошли Ожидания? Да Единственное, что они Там из-за всяких вот этих косяков там Организационные у них там полетело Вот это конец То, что семинары вот Что у Золотарева там рекламы не было Что у меня Вот А так общая тусовка прям Причем, знаешь, это Ты выходишь через дорогу в торговый центр Там местные даже не знают Вражают люди Бля, вот все такие здоровые Здесь что-то проходит Угу Говоришь? Угу Им говоришь тут? Угу 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 Я, короче, говорю Они даже не знают, что Сибирь Ну, местные Там чисто своя тусовка Да Там люди, блядь, по три пересадки сделали, чтобы туда приехали Там скальнинграда У меня были перелеты по 40 часов дороги суммарно и больше, поэтому для меня 5 часов вообще это мука Угу 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 Сейчас я в таком гриме конец Блядь Bruce Это жесть вот Все в трусах, черные, блядь Минус пять, блядь, по трассе Машины мимо проезжают П jinx Можете представить? Минус 5. Ты такой в тулупчике такой, в тайге там, блядь, выходишь с утречка на работу, едешь, человек 30, блядь, в купальниках с такими сиськами, черными, в гриме, на вот таких каблуках, так, по земле через дорогу. Какие на свое состояние? А куда это шли все? Ну, грим был за 400 метров от торгового, ой, от, естественно, там никаких такси воркруток там, не там. У тебя охрененная, ты прям кейпанешь, там прям пушка, прям в центре, прям красота. Да? Да, прямо, ты там намоешься, я тебе кинг-сайз гигантскую кровать, так что девчонки пока отдам в Питере, они тебе идут прямо в центре города, вот. Ладно, что я буду говорить, друзья мои, все скажет Адам, что он думает в этой тренировке, вот, а я, а я вот там постою и скажу вам одно, ссылочки у нас в описании, нажимайте колокольчик, палец вверх и оставляйте ваши комментарии под видео, чем больше комментариев, тем более активно мы будем для вас трудиться и работать. Да, не, вру, трудиться и работать мы будем всегда максимально активно, но ваша поддержка очень ценна. Да, привет, ребят. Я, в свою очередь, хотел бы выразить признательность Руслану за возможность посетить Питер, вот, поближе пообщаться с командой, провести несколько тренировок, как бы. Я, несмотря на весь свой стаж и опыт в тренинге, все-таки доверяю на 100% Руслану, в плане того, что ему сейчас виднее мои отстающие зоны после трехлетнего перерыва, вот. И мы, думаю, что за эти несколько дней усиленно над ними поработаем, по крайней мере, я получу дорогу, тот путь, по которому должен идти, постараюсь его запомнить и реализовать его в ближайшие месяцы в жизни. Ну, а сейчас, как Руслан сказал, мы едем, что-нибудь поедим и ближайшие 2-3 дня каждый день в то же время, в том же месте сделаем для вас интересные тренировки. Всем спасибо!